Я всем еще раз говорю привет. Спасибо, что присоединились 25 января. Сегодня Татьяна день, день студента, если я ничего не путаю. В общем, для многих это очень радостный день, в том числе радостный для нас. Сегодня мы посмотрим на интересный сервис, который называется Lumio. Сразу забегая вперед, скажу, что в нем есть один большой минус. Он не имеет как бы перевода на русский язык. Он англоязычный, но на самом деле все понятно. Если вы пользуетесь интернетом и социальными сетями, все у вас будет привычно, ничего сложного, все как обычно. Да, и после окончания вебинара вы сможете скачать презентацию, и потом через несколько дней, может быть даже завтра или послезавтра будет опубликована видеозапись, которую вы можете передать своим коллегам, друзьям и так далее. Ну что, поехали дальше. Пару слов обо мне. Меня зовут Алексей Ниц, и я являюсь вентредактором Теплицы социальных технологий. Это проект, который, собственно, о котором расскажу чуть позже, и мы организуем вебинары. Со мной можно связаться двумя способами. Это по электронной почте и на Фейсбуке. То есть, если у вас есть какие-то вопросы, предложения, замечания, всегда можете меня найти и написать. С радостью какие-то ваши комментарии послушаю, и, может быть, если вам нужно что-то порекомендовать, в том числе я это сделаю. Наш сайт выглядит таким образом. Адрес у него te-st.ru. В социальных сетях мы везде слэш Теплица СТ. Вконтакте, Фейсбук, Твиттер, Ютуб. У Дарии нет звука. Кто-нибудь напишите Дарию, чтобы она попробовала загрузить в браузере Chrome или просто перезагрузить вкладку. Возможно, это как-то работает. А мы двигаемся дальше, да, и для тех, кто первый раз участвует в наших вебинарах или смотрит записи, чтобы было понятно контекст, кто мы такие, мы являемся образовательным проектом, который связывает две целевые аудитории. С одной стороны, это некоммерческие организации, различные инициативы, социальные предприниматели, то есть все те люди и проекты, которые делают полезные вещи и решают какие-то общественно важные задачи. С другой стороны, это IT-специалисты, которые владеют навыками, но зачастую не знают, как их применить и не думают о том, что их можно применить в полезном каком-то ключе. Поэтому мы их каким-то образом связываем между собой друг с другом с помощью различных мероприятий онлайн или оффлайн. Онлайн – это как этот, например, вебинар, или оффлайн – это когда мы проводим различные мастерские, хакатоны и так далее. И мы пытаемся совместными силами сделать какие-то проекты, которые действительно приведут к каким-то положительным изменениям. Мы публикуем достаточно много материалов о технологиях, об интернете. То есть если вы в том числе даже не работаете в какой-то некоммерческой организации, вы можете найти много чего интересного на нашем сайте, потому что мы в том числе исследуем различные тренды про дизайн, про веб вообще. То есть, ну, правда, советую вам посмотреть много чего интересного. У нас есть вкладка инструментов, там тем более много описано полезного. И о чем же мы сегодня поговорим? Все вы, наверное, видели вот эту картинку, если видели она в социальных сетях. Сегодня мы поговорим о таком сервисе, который называется Lumia. И это, по сути, платформа для совместного принятия решений и фасилитации. Может быть, для многих непонятно, что это значит. Вот сегодня мы буквально кратко об этом поговорим, и, наверное, станет сразу понятно. Я сейчас буквально переключусь на секунду. Да, вот, кстати, Георгий в Фейсбуке скинул, что есть перевод Lumia. Я вам скину сюда в чат. Спасибо, кстати, что активно участвуете. Да, Георгий Жуков, еще раз вам говорю спасибо. Спасибо. Супер, значит, наверное, есть русское сообщество. Ну, тем не менее, давайте продолжим. То есть будем говорить об этом сервисе. Для тех, кто, опять же, просто, ну, там, на каком-то уровне владеет английским языком, никаких сложностей не должно составить. И вот так выглядит сайт, совершенно просто, сайт lumia.org, потому что, в принципе, есть еще другой сайт, который я расскажу дальше. Здесь просто описано, что это такое, как это работает, несколько кнопочек, просто, ну, чтобы зрительно вы запомнили, что это такое, как это выглядит, потому что, ну, вдруг там, чтобы не ошибиться. Адрес lumia.org, да. И что же это такое? Значит, если говорить вообще упрощенно самыми-самыми-самыми простыми словами, то это, по сути, онлайн-сервис для коллективного обсуждения и принятия решений. То есть вы можете создавать отдельные группы, темы обсуждения и проводить голосование так называемое. То есть, если, опять же, упростить, то это получается, что такая некая социальная сеть-аналог плюс возможности для голосования. То есть это за, против, воздержался или вообще, там, блокируя, например. То есть, как мы знаем, все социальные сети, все мы пользуемся ими, да, они достаточно удобные, там, для дискуссий, для каких-то обсуждений, но часто не хватает непосредственно каких-то инструментов для того, чтобы проводить вот эти вот голосования и определять или приходить к какому-то консенсусу или решению, когда достаточно много людей. И, например, если в Facebook взять, там есть опросы, но это тоже не работает. В ВКонтакте есть опросы. Там все равно это достаточно просто и нет каких-то более таких продвинутых возможностей. Поэтому возникают такие разные сервисы, и один из них – это Lumia. Как работать в Lumia? Значит, я потом буду показывать свой экран, естественно, покажу, как это выглядит, а просто несколько слайдов для того, чтобы потом это осталось в памяти и быстренько для понимания. То есть принцип работы очень прост. Это, опять же, онлайн-сервис, вы там регистрируетесь, вы создаете группу, в эту группу вы приглашаете людей, потом вы создаете какую-то тему и начинаете обсуждать эту тему. Особенностью вот этого сервиса Lumia по сравнению с другими сервисами, социальными сетями – это является наличие такого понятия, как Proposal. То есть на русском давайте назовем это предложение. Когда вы выдвигаете некое предложение по какой-то теме для того, чтобы люди голосовали и быстрее бы пришли к решению. Например, там, да, делать так или вот так. И, собственно, вот это позволяет вам упростить процесс принятия решения и начать действовать. Действительно, может быть, более подробно потом расскажу, круг применения этому сервису достаточно большой. Действительно, это может применяться где угодно. Вы можете это использовать как в своей работе, например, какие-то рабочие моменты решать. Вы можете это использовать как, например, некоммерческая организация, которая, допустим, вы делаете какие-то городские проекты и хотите понять, насколько, например, жители того или другого района хотят, чтобы, например, была установлена новая детская площадка или новый парк или еще что-то. Когда вы можете взаимодействовать с большим количеством людей. И это делается достаточно просто. И подсчет голосов производится автоматически. То есть это упрощается. И вот такая коммуникация, она позволяет избежать вот всем нам известные пути коммуникации, которые у нас есть. Это в том числе электронная почта, всякие созвоны по телефону, по скайпу. То есть когда вы договариваетесь, но это так сложно, и когда вы еще не вместе находитесь, да, например, когда, допустим, вы делаете какой-то международный проект, здесь вообще очень сложно какие-то инструменты использовать, да. Вот, например, Lumia можно использовать именно в таком ключе, когда вообще неважно, где находятся люди, вы можете приглашать их и обсуждать что-то. То есть даже на разных языках, если люди знают английский язык, все возможно, и вы можете быстро-быстро принять решение. Я сейчас на секунду переключусь на... Да, все нормально. Хорошо, давайте дальше двигаться. Да, вопросы можете задать как бы в чате, я по мере того, как они будут поступать, я постараюсь отвечать, ну и потом в конце вопрос-ответ тоже будут. Так, двигаемся дальше. Да, я, как уже сказал, что, по сути, голосование, да, нам всем привычное, наверное, с детства, из фильмов, там, не знаю, Советский Союз любил очень это. И вот Proposals, это вот такие инструменты, которые используются в Lumia, собственно, как каждый пользователь может выразить свою точку зрения. Значит, существует четыре вида, да. Это согласен, это не согласен, это пункт три, да, чтобы, ну, там, призываясь, понятно. Блог – это значит, что у вас есть какие-то веские доводы и причины, чтобы вообще это было сразу закрыто. И есть такое abstain, это когда вы позволите другим участникам решать, как бы без вас. Наверное, можно, как бы, наверное, перевести, как воздержался, когда ваш голос, по сути, как бы не учитывается, но… То есть он учитывается, но не принимается во внимание. Сергей в чате спрашивает, есть ли аналог Lumia или этот сервис совсем уникальный. Я аналогов не знаю, но, конечно же, я считаю, что он не уникальный, потому что, ну, мы живем все-таки в 21 веке, и достаточно все, что можно было, уже изобретено. Наверное, уже есть какие-то сервисы. Например, есть что-то подобное у… Я забыл, как называется. В общем, есть платформа Ideo, да, компания Ideo, которая позволяет вам, в общем, платформа, где можно ставить различные задачи и, собственно, решать некие кейсы. Таким образом там тоже разбиваются на такие темы обсуждения. И вот в частности, в какой-то части, наверное, такие сервисы существуют. Просто, может быть, это вот выделено в таком виде. Да, тут вот говорят о том, что давайте послушаем про сервис. Действительно, давайте послушаем. В общем, отличительной, еще раз говорю, чертой этого сервиса является наличие таких proposals, то есть предложений. Значит, в каждой ветке обсуждений вы можете создать такую штуку. Это очень здорово, когда вы потом автоматически можете подсчитать каждого участника, что они делали. Значит, еще немаловажный факт. Там есть на главной странице вкладка pricing, и можно посмотреть, сколько это стоит. Значит, смотрите. Это, в принципе, бесплатно, когда вы создаете одну группу. Если вы хотите создать несколько групп, да, и вы хотите, например, сделать интеграцию со Slack, то есть это такой мессенджер для коммуникации в командах, кстати, мы его тоже используем, рекомендуем, или, например, вы хотите перенести адрес вашей группы на ваш домен, это уже будет платно. И также есть Pro-версия, и вот как вы видите, внизу тут написано, если у вас, как бы, вы нуждаетесь в каких-то других решениях, вы можете, как бы, написать им, они могут с вами обсудить это. То есть, в принципе, глобально для некоммерческих проектов, для каких-то социальных предпринимателей бесплатного плана достаточно. И если вам недостаточно, вы просто можете завести второй аккаунт и использовать еще одну группу, то есть на другой аккаунт. Это, как бы, никто не запрещает. Значит, ссылки здесь кликабельные, можете потом перейти, чтобы просто не искать. Ну, и просто пару, там, экранов, как вообще это выглядит, когда вы регистрируете группу. То есть, ничего сложного, вы должны просто зарегистрироваться и создать группу. Самое интересное, что здесь сначала вы создаете группу, потом регистрируетесь. Ну, это, наверное, такой, как бы, призыв к действию, да, потому что, наверное, от вас хотят именно действий каких-то, да, а не просто регистрации. Поэтому вы сначала заводите группу. Вот я там написал группу вебинар 2501, сегодняшняя дата. И написал, что это группа для вебинара «Теплица» 25 января. Вы вводите свое имя и, как бы, электронную почту, нажимаете «Создать группу». Потом вы переноситесь, как бы, на вкладку «Зарегистрация». И самое интересное, что вы можете зарегистрироваться и войти под социальными сетями. Вот тут внизу есть такие кнопочки. Они почему-то не сильно выделены. Ну, они намного удобнее, если вы будете регистрироваться через, там, Facebook, например, чем вот так. То есть вам не надо пароли придумать, вы просто будете постоянно выходить через Facebook. И когда вы первый раз входите, я тоже такой принскрин сделал. Тут есть, собственно, такой тур, где по слайдам показано прям вкратце, как бы, что это такое, как это работает. И вот когда вы уже загружаете Lumio, когда вы создали свою группу, вот это выглядит вот так, да. Вот, наверное, вам это что-то напоминает. Вот, например, мне это очень сильно напоминает Facebook. Вот прям реально. То есть получается, что это выглядит, по крайней мере, как мероприятие в Facebook. Вот. То есть ссылка такая. И, значит, пара слов еще хочу вот сказать перед тем, как перейти непосредственно к самому сервису, что у Lumio есть раздел Help. По сути, это называется Lumio School. Здесь есть много чего полезного. Вот прям по шагам вам рассказывать, как это работает, когда это вообще можно использовать и так далее. Это все на английском языке, но, опять же, это все достаточно на простом языке. Вот. И там есть гайдлайны какие-то. Ну, в общем, действительно много полезной информации. Если вы по какой-то причине чего-то не поняли методом научного тыка, да, то есть советую просто посмотреть, почитать. И тут еще есть Lumio Facilitation Guide. Тоже очень советую. Значит, смотрите. Большая, значит, просьба подумать о том, как вы этот сервис, например, могли бы использовать в своей работе, потому что, в принципе, возможности хорошие очень. Вот. И так как наша целевая аудитория – это некоммерческая организация, то вот цель как бы этого вебинара – дать некий такой ответ на вопрос, вообще стоит ли это использовать или нет. Вот сегодня я буду показывать, потом в конце, наверное, мы сделаем какие-то выводы. Может быть, есть плюсы и минусы. Посмотрим, как это будет. В общем, кто знает, что такое фасилитация, можете написать в чат. Это, естественно, касается групповой работы, то есть работа в группе. Есть такое слово – фасилитация. Поэтому, собственно, это гид. Да. Сергей говорит правильно. Самое простое слово – это помощь. В общем, так как это, по сути, сервис для принятия решений с помощью большого количества людей, в том числе это можно использовать как инструмент для фасилитации работы в группах. То есть можно так пофантазировать немножко и подумать, как это вообще использовать в каких-то более таких широких смыслах. И здесь для этого есть такой вот гид. Ссылка, собственно, из определения фасилитации, да, слово facilitate – это английский, это облегчатель, помогать. Это специальные действия, направленные на организацию групповой работы. Фасилитатор – это человек, который организует группу таким образом, чтобы она достигла настоящей перед ней цели. То есть, собственно, этот инструмент, получается, Lumio, да, он в том числе призван к команде достичь тех результатов, которые перед ним стоят, упростив взаимодействие и принятие решений. Вот, собственно, вот такое, как бы такая цель у сервиса. В том числе у сервиса есть хороший раздел, который называется case studies, то есть это примеры использования, и там есть описание и видео о том, как некоторые компании используют Lumio в своей работе, как они очень довольны этому, естественно. Вот, вы можете посмотреть. Также есть там примеры того, как сообщества некоторые используют. Вот, я ставлю, как бы, делаю аналогию, например, с какими-то городскими проектами. Мне кажется, например, можно использовать это в том числе вот в нашем, там, в нашей стране, в Москве и в других городах. Если вы знаете применение и использование Lumio, например, у нас в России, какие проекты это используют, было бы здорово, вы могли бы написать, я бы с радостью потом посмотрел, как у них это получается. Вот, окей, двигаемся дальше. И да, давайте посмотрим, как это работает. Значит, сейчас я вот, что предлагаю сделать. Чтобы просто не быть галафонными, давайте мы взаимодействуем, посмотрим вместе, как это работает. Для этого я вам сейчас копирую ссылку, которую надо по ней перейти, и там быстренько, собственно, зарегистрироваться через, например, какую-то социальную сеть, и вы можете войти вот в группу обсуждения Lumio этого вебинара. Я вам сейчас ссылку кидаю в чат. Давайте я еще и кину те, кто смотрит в Фейсбуке. В общем, там это достаточно быстро, на самом-то деле. То есть регистрация там занимает несколько минут. Давайте, а я пока тогда сейчас переключусь на показ своего экрана, и вы будете видеть тогда, что происходит. А я буду переключаться тогда, получается, с экрана на чат, если будут какие-то вопросы. Так, начать. окей. Так, это я вот так сдвину, посмотрю. Да, вроде нормально. Вот смотрите, значит... Так, надо войти мне, я, наверное, не вошел. Давайте войду. Окей. Значит, я вхожу, и я пока вам расскажу, как тут что выглядит. Чуть поменьше сделаю. Вот. И по мере того, как вы будете приходить, сейчас посмотрим какие-то моменты основные, а потом попробуем повзаимодействовать. Значит, и так. Это выглядит таким образом. Ну, как бы понятно, что есть меню с разделами определенными, да. Есть вот глава, есть фото вашей группы, которую можно поменять. Давайте ее поменяем. Я, например, поменяю на фото теплицы. Сейчас, допустим, вот у меня есть фотка логотипа. Я ее загружаю, и вот у меня изменилось. Значит, тут есть, во-первых, описание группы. То есть это вся информация, которая нужна для того, чтобы первые участники или новые участники, которые входят, они понимали, где они находятся, что они делают и так далее. Здесь самое интересное, что после того, как вы создали группу, у вас есть такой некий гид, потому что нужно сделать, условно говоря, чтобы начать работу в группе. Значит, вы сделали вот эту вещь, у вас зачеркивается, и если по каким-то причинам вы там почему-то не понимаете, что происходит, вы можете посмотреть в хелпе. Значит, тут достаточно много полезного. Вот уже человек один вошел, отлично, два, три, четыре, семь уже человек. Нас всего, и это здорово. Значит, основной момент еще в следующем. Смотрите, значит, когда вы хотите, вы хотите так же работать, как с собой. У вас уведомления, вас также будут, если вас как бы где-то у вас отмечают через знак вывод по уведомлению. Давайте сначала посмотрим вот что. Тут есть настройки группы. Значит, есть разные типы групп. Во-первых, она может быть открытая, закрытая или секретная. Значит, открытая группа – это когда все могут найти эту группу, все могут присоединиться. Но только члены группы могут видеть, что, какой контент. И все это как бы публично. Закрытая – это вот у нас по умолчанию, это когда только члены группы могут видеть эту группу, и все вот эти вот темы, которые обсуждения будут, они приватные. И секретная группа – это когда она нигде не отображается, и никто не может видеть кто, что, чего. То есть вы можете это менять спокойно, как есть. Тут же есть также Advanced Settings, то есть продвинутые настройки. Зря я это нашел, кстати. Надеюсь, у меня сейчас не зависнет. Да. В общем, здесь более продвинутые настройки есть, как вы видите. Это разрешение членам, что вы можете делать, создавать новые темы, создавать новые вопросы и так далее. С этим понятно. Так, двигаемся дальше. Значит, здесь есть вот раздел Help, вы можете посмотреть, перейти, то есть, в принципе, ничего тоже такого страшного нет. Значит, здесь вот так называемые треды, да, ну, то есть, если кто-то пользовался форумами, то, например, помнят, что это такое. То есть вы создаете ветку обсуждений, условно говоря, как на форумах. Давайте создадим вот какую-то тему для обсуждения. Ну, да, допустим, Полезин, полезен ли Lumia для НКО. Здесь можно присоединить какой-нибудь файл, там, еще что-то, в общем, главное, что вы создаете тему обсуждений. Вот, смотрите, тему обсуждений мы создали. По идее, если вы все присоединились к группе, вы можете видеть эту тему обсуждений, вы можете сюда прийти. Вита, да? Давайте я вернусь сейчас на секунду в чатик. Можно ли ссылка на трансляцию в Фейсбуке? Так. Паблик или правит? То есть, в одном смысле все видят все, а в правит все видят не все. А в секретном никто не видит извне. Вот, если просто, то вот так. больше подробно можно там почитать. Так, секунду, сейчас я хочу просто дать ссылку. Секунду, секунду, секунду. Нет, наверное, это будет долго. К сожалению, кто меня спрашивает, попробуйте найти эти полициональные технологии в Фейсбуке. Мне просто сейчас неудобно это делать, потому что я транслирую. Так, ладно, хорошо. Смотрите, когда мы создали тему, давайте я обновлю, потому что у меня почему-то подвисает тут. Здесь есть кнопочка старт пропозал, то есть это вы выявить или сделать некое предложение в обсуждении. Давайте тоже сделаем какое-нибудь обсуждение. Итак, обсуждение. Например, будете, попробуете ли вы, давайте просто сделаем просто обсуждение, а потом попробуем как это работает. Попробуете ли вы, например, Lumia в своей работе? Смотрите, значит, у предложения есть такие форматы. Во-первых, вы можете сделать детали, мы можем пояснить тут много чего, тут даже можно смайлики вставлять. Далее есть возможность присоединить файл и важно следующее, что здесь есть срок, за который мы хотим понять результат по этому предложению. То есть, например, мы можем сделать три дня, один день, там, и так далее, по датам, да. Например, мы до завтра поставим, до, там, не знаю, давайте даже сегодня, мы же можем сегодня поставить, правильно, на сегодняшнюю дату, например, до восьми вечера по московскому времени. И я нажимаю старт пропозал, и вот возникают такие штуки. Вот, по идее, у вас должны вы видеть то же самое, что вижу я, если вы войдете. и вот здесь появляется раздел с вариантами голосований. Значит, это значит, что что да, это что нет, это блокировать, то есть, это вообще крайне против, это воздержалось. Ну, давайте называть это так. Вот, и, то есть, смотрите, каждый человек, когда вот я нажимаю голосовать, он может прокомментировать почему-то, то есть, я согласен, там, например, я считаю, что, а какой у нас был вопрос, попробуйте ли вы, ну да, потому что я считаю, что сервис полезен. Вот, и нажимаю сабмит. Значит, я вижу, что люди еще начинают делать, Кирилл Трофимов говорит, что предлагает сначала разобраться в сервисе. Правильно, зрелая точка зрения, то есть, нечего пробовать, сначала нужно разобраться. Хорошо. Для оценки сервиса это как раз интересно. Значит, на что еще стоит обратить внимание? Во-первых, вы видите все комментарии, вы можете посмотреть, значит, что, кто, чего принимал решение. Что интересно, здесь можно дальше писать комментарии, и вы можете поменять свое решение, вот это тоже интересно. Если у вас есть пока еще срок, до которого предложение действует, вы можете изменить свое решение. Например, я могу поменять свое решение не игры, а, например, дисигрии. И, например, я не считаю. Это такой, на самом деле, формат некой обманки, с одной стороны, потому что, ну, то есть, условно говоря, представьте себе, да, что все голосуют, вы видите, что все голосуют определенным образом, потом происходит, там, например, за последние пять минут человек может изменить мнение. С одной стороны, это неправильно, с другой стороны, правильно, потому что вы, например, можете ошибочно поставить. То есть, нужно просто понимать, как вы это используете, там, преднамеренно вы это делаете или нет. и таким образом, вот видите, вы проголосовали. Значит, следующее хочу сказать, что вы можете посмотреть результаты того, кто проголосовал, а кто нет. То есть, если мы знаем, что у нас в группе столько-то человек, да, то вот получается, что там вот эти люди проголосовали, вот эти еще нет. Значит, самое интересное, что вы, по-моему, их можете тегнуть. Я вот просто не знаю, правда, по... Давайте вот выделим этого человека и попробуем его тегнуть. Ну, наверное... Вот, да. Поголосуйте. И интересный тот факт, что этот человек должен получить уведомление. То есть, это тоже интересный такой инструмент, что если кто-то почему-то по какой-то причине не увидел, да, вы можете обратиться к нему лично через тег, вот, и таким образом он увидит у себя вот здесь значок, что как бы что-то происходит, да, и вот надо что-то ответить. Так, вот с этим понятно. То есть, мы создаем тему и создаем предложение. И мы можем менять наше решение к сожалению или к радости. вот, давайте перейдем в начало крупы и просто посмотрим, как это выглядит. Вот, значит, смотрите, через 28 минут это все закроется и мы посмотрим результат. Ну, мы в конце посмотрим, в принципе, как это будет выглядеть. Вот, и входя сюда мы видим, что происходит. да, вот видите, Кирилл написал, что решение можно менять вплоть до конца голосования, да, вплоть до конца голосования, то есть, например, да, там через 3 дня вы в течение 3 дней можете менять голосование, вот, то есть, результат. Вот я опять могу поменять, например, disagree на блог. Вот, то есть, нет ограничений на возможность изменения мнений, как бы. Так, перейду в чат, посмотрим. Статистики учитывается два голоса от одного и того же человека? Нет. Почему? Каждый человек имеет один голос. То есть, вот смотрите, проголосовало раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. восемь голосов. Все правильно, то есть, видите, у disagree никого нет. Я могу сейчас поставить disagree, и будет один человек у disagree, например. Давайте. Ну, вот так это выглядит. В общем, как бы, механизм очень прост. То есть, ничего нового, это вот, опять же, да, социальные сети и так далее. Да, и сейчас хочу вот показать, что вот меня тегнули, вот, видите, и у меня уведомление здесь появилось, что меня тегнули. Давайте я вот что и покажу, что, по-моему, в настройках почты можно поставить, что уведомление приходит на почту. Да, видите, вот, то есть, на мейл приходит вам уведомление о том, что вас тегнули. То есть, вы, по сути, не пропустите. Это тоже очень удобно. Окей. Значит, что еще хочу в этом сервисе показать? Давайте перейдем на главную страницу группы. В общем, тут можно еще искать по группе какие-то записи, можно искать открытые группы. Вот если тут нажать в меню Public Groups, это вообще открытые группы, вы можете также зайти в них и там что-то делать, голосовать и так далее. То есть, например, вы можете создать открытую группу для голосования в вашем городе о принятии какого-нибудь там инициативы. Вот. И вас могут принять. То есть, в некоторых вы автоматически входите, да, в некоторых модераторы, например, поднимают решение принять вас или нет. Так, то есть, тут большой список можно посмотреть. Что еще полезного? Значит, здесь вы можете в e-mail settings поставить уведомления о том, что вот, например, daily summary, да, каждый день у вас один раз приходит письмо. Также вы можете, вот то, что мы сейчас видели в почте, да, уведомления, когда вас теггают. Вот. И, собственно, subscribe, participation. То есть, вы можете подписаться на уведомления в каком-то трейде. Принц, вот, да, вот есть еще уведомление, которое по трейду показывается. Кажется, что... Ну, давайте дождемся конца. Тут, видите, наверное, нельзя оставить какие-то дробные минуты. Ну, в общем, в принципе, да, понятно, как это работает. Достаточно все просто. Давайте я сейчас перейду обратно в чат. Подключу сейчас трансляцию экрана. и включу, да. Давайте я перелистну вот, наверное, сюда. Так, да. Просто некоторые вещи хочу еще обговорить. то есть, еще раз, все достаточно просто, да, вы можете создать свою группу, вы можете изменить приватность этой группы, можете начало сделать различные варианты, прошу прощения, да, я читаю чат, значит, Эдуард пишет, паблик, это каждый может найти группу и попросить присоединиться. только члены могут видеть, кто в этой группе. Все темы обсуждения публичные и открытые. Это для публичной. Если Эдуард сейчас меня скопирует еще другое, я могу тоже прочитать, как и вы. Да, закрыто. Это когда каждый может найти группу и попросить присоединиться, только члены могут видеть, кто находится в группе, и треды могут быть как публичными, так и приватными. Вот в этом разница. То есть вы можете сделать группу, где у вас темы обсуждения будут публичные, люди могут их видеть, или приватные. Это тоже интересно, кстати. И приватные это когда только приглашенные пользователи могут видеть группу, то есть она не отображается в общем списке, и вы ее не можете погуглить. И они могут видеть, кто в группе, и видеть треды. То есть только те, кто состоит в группе. Извне вы не можете ничего видеть. Вот собственно в этом разница. Окей, надеюсь понятно. Так, ладно, давайте включу еще раз демонстрацию экрана. Я вам не показал собственно простой момент, как приглашать. Ну, в принципе, значит, вы видели, что приглашать можно с помощью ссылки. Но в том числе можно делать следующее. Тут есть кнопочка Invite People. и вы можете приглашать с помощью email-адресов через запятую. Это тоже в принципе интересно. Допустим, у вас есть некая база рассылки, да, или ваша целая аудитория, чтобы просто каждому там, ну, то есть вероятность того, что человек откроет email и перейдет, наверное, иногда выше, чем если вы просто опубликуете, например, на вашем сайте ссылку. Вот. И вот эту ссылку, собственно, я вам копировал. А здесь интересно то, что вы можете перечислить собственно email-ы и добавить еще custom message. То есть вы можете добавить, типа, там, привет, мы делаем вот такое обсуждение, примите там, участие, и тогда человек будет понимать вообще, что это за ссылка ему пришла. А то так приходят некоторые какие-то вещи, и вы думаете, что за спам, да, то есть чтобы не перепутать со спамом, вы можете тут написать, ну, что-то более такое опознавательное о вас. Вот. Это что касается приглашения людей, то есть ничего здесь же вот видите, что осталось 22 минуты, я не знаю, мы, наверное, не доживем до 22 минут, но потом можно посмотреть в конце уже. Вот. И тут есть как бы просто обсуждение, смотреть как, что, чего, то есть вот так это работает. Для некоммерческих организаций инициатив вот мне все-таки кажется, что это хорошая такая штука, когда вы можете, во-первых, исследовать различные мнение вашей целевой аудитории о каких-то вопросах. Например, когда вы хотите решить с помощью общественности, если это касается городских проектов, как я уже приводил пример, например, стоит что-то делать или не стоит. Там, стоит делать детскую площадку или не стоит. Да, то есть, или когда вам сложно выбрать из каких-то вариантов, например, вы хотите, допустим, не знаю, там, сделать новую версию сайта, да, вот у вас есть, например, два или три шаблона каких-то новых, либо, например, просто картинки, да, вы можете разместить и показать людям. То есть, естественно, что там должно, например, какой-то большой выбор или большая задача, большая проблема, да, она должна быть по-хорошему разбита на более мелкие, чтобы людям было легче принимать какие-то решения. Вот, то есть, в этом, в принципе, кстати, залог успеха принятие сложных решений, когда вы берете сложные решения и пытаетесь разбить их на более простые. Вы можете сейчас предложить, например, какие-то другие варианты, допустим, почему и как это можно использовать, то есть, в принципе, это ограничено только вашей фантазией. Все, что нужно, да, это пригласить людей, приглашать как можно больше людей, например, если вам нужно знать более точные какие-то мнения, да, вот, и здесь, видите, интересный момент заключается в том, что есть не просто там лайк, не лайк, да, то есть, а есть варианты за, там, мне это вообще не волнует, или блок, то есть, вот я, например, вот кардинально против этого. Как я говорил тут, да, типа, предлагаю сначала разобраться в сервисе, вот, вот такие решения, они тоже очень важны, то есть, например, допустим, вы тоже, там, хотите узнать мнение чего-то, и таким образом вы можете понять, как у вас сегментируется ваша целевая аудитория, или, например, что вы делаете кардинально не так, или что вы делаете правильно, то есть, вот это хороший такой инструмент для, вот, понимания вашей целевой аудитории и принятия решений. Вот. Так, давайте вернусь. Да, есть кнопочка Start New Group. Да, человек может стать в нескольких группах, естественно, вот, давайте посмотрим Start New Group. Да, вы можете начать новую группу, так же, как я создал, в принципе, первую вот эту, то есть, вы вводите тут название, описание и Advanced Settings, и вы можете присутствовать в нескольких группах, но давайте посмотрим, ведь ограничения бесплатного аккаунта же есть, давайте посмотрим, есть одно и нет. Пам-пам. и мы сейчас это быстренько увидим. Ну, кстати, интересно. Ну, как видите, работает, то есть, пока что можно существовать и в двух группах, так что тоже это неплохо. Так, еще раз вернемся тогда. окей. Тоже давайте, ладно, отключу тогда трансляцию экрана и открою документ. Окей. Есть ли какие-то вопросы? Есть, давайте посмотрим или попробуем сделать. Я сейчас открою Facebook, посмотрю, что у вас тут. В Facebook вопросов в принципе нет. Супер. Давайте, если какие-то вопросы сейчас обсудим, попробуем что-то сделать, но как бы мне кажется, как бы в принципе все просто и понятно. 17 минут до принятия решения. Вот. Давайте тогда, наверное, что-что-что? Сейчас я просто смотрю интересные ответы. Пишет, сервис не расифицирован, Вера говорит. Да. И вот, кстати, еще плюс, мне кажется, этому сервису я хочу сказать в том, что когда вы видите, что люди отвечают, они еще комментируют. И это тоже большой как бы плюс в сборе обратной связи, да? То есть я вот, например, вижу, что вот если бы я, например, просто увидел, что, например, там Кирилл написал там стоп, там типа я против, кардинально, я бы вот не понял, почему, да? А вот он, например, написал. Или, например, там Вера написала я не согласна. И я бы тоже думал, как бы, ну не согласна, по разным причинам может быть не согласна, да? А она написала, что сервис не расифицирован. Но здесь мне становится более понятно. То есть вот как бы вот эти комментарии, они дают более понимания того, что есть. Супер. Так. Где, а есть ли пример НКО, где используется? Вопрос хороший, конечно. Я так и не нашел в России вот тех, кто использует. Я могу сейчас, что ж у меня сворачивается окно, которое я не хочу, чтобы сворачивалось. Да. Значит, есть кейс-стадис. Вот здесь я вам сейчас ссылку кину. Ну да, вот Эдуард говорит, что есть русификация. Я вам скидывал ссылку. Давайте еще раз ее скину тоже. Мне в Фейсбуке вот скинули сейчас, 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 сейчас. секунду. Вот эту ссылку мне скинули. Вот, а выше я скинул на кейс-стадис. То есть, это примеры использования. Ну, честно, я как бы не вижу особых проблем, что сервис не асифицирован, но как бы, не знаю, небольшая как бы эта проблема. И в том числе это удобно. Так, я хотел перейти в раздел кейс-стадис и просто показать вам. Давайте всем покажу тогда уж, чтобы, просто, чтобы, если вы потом хотите посмотреть, было понятно, что там. Вот, собственно, вот, есть у них раздел такой, долго грузится. бизнес как использует Social Media Squad, Urban Adventures, это стартап. вот НКВ я так и не нашел. Может быть, если кто-то знает, можете скинуть. Вот, например, правительство Новой Зеландии, значит, они решали некие вопросы, связанные с какими-то видимо публичными решениями для 2018 года. Вот, есть Open Data Новой Зеландии, National Assembly для Уэльса, Wellington City, то есть, как вы видите, масштаб разный совершенно. Это может быть как государственные органы, как и локальные органы, каких-то, например, городов, то есть разные. В общем, как вы видите, использование достаточно широкое. политика. Вот кто использует на украинском языке в Украине, наверное, вы какой-то свой проект делаете или вы просто для своих целей используете? Тоже вопрос. Так, ладно, я пока тоже отключу. Да, белорусский, украинский есть. Есть ли ограничения по качеству человека в вопросе? Такой информации у меня нет, можно посмотреть в Help. Я думаю, что если вы наберете в группу, там, не знаю, 10 тысяч человек, это будет шикарно, конечно. Я думаю, что не должно быть ограничений. Если кто-то знает, есть ли ограничения, честно, я вот не владею информацией, мне кажется, и просто ее нет. Просто вопрос в другом. Как при больших количествах людей, которые состоят в группах, как вы будете это оценивать, в том числе, я имею в виду, то есть вам придется, например, увеличивать срок действия, например, вашего предложения. Поэтому, просто чтобы все увидели, да, это занимает время, например, то есть тысячи человек, да, вот говорят, что в принципе, мне кажется, да. Вопрос просто в том, что, наверное, да, лучше сегментировать вашу целевую аудиторию, сделать более такие, как бы, суженные группы, но тогда вы будете получать более четкие ответы. То же самое, когда там, например, не знаю, использовались MailChimp, делали MailRassup, статистике MailChimp, да, там больше открывается, если вы сегменируете, например, по городу, по возрасту, или так, мне кажется, просто более как это будет. Кейс-стадик, где можете вот смотреть, Иван, чуть выше, если вы посмотрите, я там кидал ссылку, вот где-то две ссылки, два, одна моя, и почему-то просто в ссылку не превратилось, не превратилось. Странно. Еще раз, скопируйте. Да. Ну, когда еще какие-то вопросы-ответы. Почему вердикт такой, что этот хороший сервис для того, чтобы действительно разобраться лучше в своей целевой аудитории, попытаться принять они достаточно быстро, у вас инструмент передание, и вы можете его быстро как бы настроить, ничего там такого сверхсложного нет, да, вы создаете группу, вы приглашаете людей, вы создаете тему обсуждения, в этой теме обсуждения вы создаете тему по решению этой темы. Как что-то сделать, как что-то лучше, если у вас какая-то сложная тема, просто на разные типы предложений, более простые для людей, да, и потом смотрите варианты очень здоровые. Вот вариант я как раз сейчас жду, чтобы видели, потому что я оставил там, к сожалению, я не могу сейчас посмотреть, просто я скажу два минут, там времени не останется, я потом, наверное, скину ссылку. Я пока вот увеличаю я так-так-так, смотрю, наверное, все-таки нужно дождаться до законного предложения, где осталось? Вот. Как минимум, примите, можно ли экспортировать там картинку или что-то еще? Я думаю, что-то вопрос. о, кстати, close, закрыть пропозал, это значит закончить. Давайте попробуем. Оп, а еще я сделал себе пропозал, да. О, супер. И давайте включу экран, то я и вы не видите, что я показываю. Угу. Так. Есть. Или что на интернет-нере? Смотрите, когда вы закончили предложение, у вас есть какая-то штука. Да. здесь должны ввести заключение по прямому нареканию. То есть, например, будет 5 игр 4 держались и 2 дис-игре. Значит, мы считаем, считаем, что и пишу publish. Так. А что произошло? Так. К сожалению, у меня интернет очень-очень. Ага. Так. Получается, что в конце отображается просто результат. И это экспортировать куда-то еще видимо никак. То есть, в конце картинка да, с этим это не совсем правильно. Ну, очень удобно. То есть, вы не можете как-то экспортировать это. в общем, вот так. Да. К сожалению, вот так. И собственно все. Это все, что можно. но зато здесь можно видеть кто как проголосовал и это будет открыто. Все, хорошо, я тогда закрываю. смотрю в чат и Сергей пишет онлайн фасцилитация. Что вы имеете ввиду? В общем, пока пишете, давайте я пару слов скажу о том, что, во-первых, так как мы записываем наши вебинары и проводим разные мероприятия и делаем разные видеоуроки, пожалуйста, подпишитесь на наш канал на YouTube, я думаю, что много чего полезного увидите. И хочу выделить два плейлиста. Первый, это, естественно, запись вебинаров, который есть. Сейчас уже это будет 57-й вебинар, то есть это 57 видео по разным темам, в которых можете найти много чего полезного для себя и своей работы. И в видеоуроке цеплиться, такие небольшие скринкасты, то есть небольшие видео в размере, там, 5-8 минут, может быть, меньше, как видите, в которых рассказывается, как пользоваться каким-то сервисом или даются какие-то определения и более подробно наглядно показывается, что такое цифровая безопасность, там, что такое UTM-метки, как добавить ссылку на ваш сайт в видео на YouTube и так далее. Тоже совет подписаться, то есть смотреть, много чего публикуем. и хочу сказать, что в следующий вторник, 31 января, у нас будет последний вебинар в этом месяце и он будет посвящен онлайн-чатам. По картинке, я надеюсь, понятно, а сейчас поясню, что имеется в виду. Наверное, вы часто видели, когда заходите на какой-то сайт, именно, например, касательно в большей степени онлайн-магазинов, возникает такой чатик справа снизу, как вы здесь видите, и там вы можете общаться, собственно, как бы с людьми, то есть как бы с виртуальным помощником, например, или с реальными людьми. И вы можете там позвонить, заказать обратный звонок и так далее. То есть вот эта штука, это интересная такая вещь. Мы рассмотрим сервис Живо Сайт и проведем вебинар вместе с Саной Тимофеевой, она расскажет о том, что это такое, как это работает. У них такая система позволяет устанавливать такие чаты на сайт и на социальные сети, все это собирается потом в такую штуку в единую. Вы можете этим управлять вместе с одной админки, и это очень может быть полезно для некоммерческой организации, потому что если мы сравниваем, например, конверсии с интернет-магазинами, то, по сути, это то же самое. Когда люди приходят на страничку пожертвования, для того, чтобы совершить пожертвование, часто им не хватает какой-то информации, им нужно довести, их нужно довести до действительно принятия решения о том, что они сделают пожертвование, и какие-то вопросы, если они задают, это можно делать именно на сайте либо в социальной сети, непосредственно в мессенджерах, например, в Facebook мессенджер и так далее. То есть, если вы об этом мало что знаете, или вы там работаете в каком-нибудь фонде некоммерческой организации или даже в коммерческой, советую принять участие, потому что из первых рук вы узнаете, как это пользуется, как вообще это используется, то есть, это реально хорошая возможность быстро коммуницировать, давать ответы на вопросы, там, настраивать автоматические ответы, все это у вас будет в единой админке, вы можете ввести все свои социальные сети, сайты, и это очень удобно. Это был анонс следующего вебинара, который будет 31 января, также в 7 вечера. Я говорю спасибо и обращаюсь еще раз теперь в чат и посмотрю, что вы там пишете. Сергей пишет, что да, в этот сервис полезен и интересен, а если надо удаленно провести важные опросы, зафиксировать результат для следующего отчета и обработки результатов, то, увы. Но тут есть плюсы и минусы, на самом деле, потому что эта информация никуда не удаляется, она висит там, вы можете это просто обработать, собрать ее вручную, конечно, возможно, но тем не менее. Просто дело в том, что это такой прозрачный инструмент, когда каждый видит, кто как проголосовал и с какими комментариями. При публикации каждого на e-mail приходит результат, деталь голосования. Ну, давайте я зайду сейчас на свой, кстати, аккаунт в мейле и посмотрим, действительно, может быть, я не знал этого, и сейчас мы посмотрим, есть ли там отчет. Так. Здесь это не то. Здесь это не то. Здесь это не то. Нет, кстати, мне не пришло информация о том, собственно, что завершился опрос. Возможно, просто надо в настройках поставить, что галочка о каждом трейде. Окей. Так. Эдуард пишет. У Lumi назначение другое. Давайте прочитаем вслух. У Lumi назначение другое. Сложно прочитать это слово. Консенсуально ориентированное принятие решения это возможность переубедить коллег по организации. Эдуард, я как бы хочу сказать, что это инструмент, и, соответственно, этим инструментом можно пользоваться в разной мере и по-разному, да? Он дает вам возможность делать какие-то вещи, и, естественно, что способы использования различные, поэтому в каждой организации или в каждом сообществе или, например, в команде это может найти свое применение. Поэтому в этом-то, наверное, и некий плюс, что вы можете использовать по-разному. И вот в этом-то как бы и прелесть. Эдуард еще предложил идею, если предложение не прошло, искать другое, более качественное предложение. Ну да, конечно. То есть вы тем самым, смотря по ответам ваших пользователей, пользователей можете понять, что конкретно не устраивает и почему, да? То есть если вы разбиваете вот ваши задачи на более мелкие, вы можете как бы в том числе таким образом тестировать, да? Либо по ответам как бы измерять, можно это назвать так, градус восприятия людей, да? Там, как они относятся к тому или иному вопросу. В городе уже не то и точно не то для социологии. Вот опять же, да, я соглашусь с вами и в том, что варианты вообще различны, да? То есть если вы потом как-нибудь кто-нибудь пришлете мне, не знаю, какие-нибудь кейсы использования этого сервиса вот в таких каких-то интересных проектах, я с радостью как бы это посмотрю. И что я еще очень хочу, чтобы вы сделали, я хочу, чтобы вы ответили, заполнили анкету в вебинаре, потому что она для нас очень важна, поэтому, пожалуйста, запомните, это она как бы инкогнито, да? Вы ничего не вводите, просто вводите информацию о том, понравилось вам или нет. Так, в чате еще я не считаю, что сервис полезен, полезен, сервис для вебинара, так. Это вы скопировали то, что вам пришло на почту, так я понимаю. Угу. В общем, да, вам спасибо. В общем, надеюсь, что информация была вам полезна и попробуйте еще использовать каких-то в своих проектах и здорово, что есть бесплатный аккаунт, позволяет создавать группы и вот такая штука получается интересная, когда можно узнать более подробно о мнениях людей с комментариями. И, естественно, еще раз призываю вас участвовать в наших вебинарах в будущем. Следите как бы за нами, что мы делаем, мы очень интересно проводим. Вот. И если есть какие-то вопросы, пишите, с радостью отвечу. Я вам говорю до свидания и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok